У нас сегодня получился немножко неформатный выпуск. Обычно мы снимаем интервью где-то на природе, на свежем воздухе, стоя, а не развалившись вот так вот фривольно в креслах. Но нас дождь загнал в очень уютный подвальчик. И я не знаю, каким таким стечением обстоятельств оказалось, что этот подвальчик оказывается, в этом подвальчике находится львовская ресторация Ленберг. И Сергей является руководителем львовского же центра правовой помощи. В общем, у нас сегодня один сплошной Львов, кстати, обожаю этот город. Итак, Сергей, насколько мне известно, вы сегодня вступили в очень тяжелую борьбу с государственными системами, с государственными машинами, которые пытаются вас привлечь к АТО, а вы сопротивляетесь этому в силу, чего вы сейчас расскажете. Но самое интересное, что пока вы мне рассказали, я хочу для зрителей сразу зафиксировать один очень важный фактор. В четырнадцатом году, насколько мне известно, вы сами добровольцам пришли в военкомат и предложили свои услуги, предложили себя. Вы все-таки офицер с запасом, насколько я знаю, да? То есть вы готовы были защищать нашу страну, а когда к вам пришла повестка... Повестки не было. Не было повестки, да? Но когда вас начали привлекать к АТО, вы начали отказываться. Давайте начнем вот с этого, да, с этой мотивации, то есть почему, да? И потом вы расскажете, что произошло конкретно. Ну, начнем с початка 2014-го, когда стало зрозуміло, что есть загроза действительно территориально-шелезинской Украины. Каждый граждан, как я говорю, черга было в военкомате, все набрали свои данные для того, чтобы в случае военкомата, чтобы все были мобилизованы. Военкоматы, как органы, которые выполняют формирование военкомата, они должны чётко знать, кто, до какого военкомата будет относиться. Тому я приехал до военкомата, оставил свои персональные данные, да, контактный номер телефона на випадок экстренного выключения. Но не 14-й, 14-й рік не был полностью, никакого военкомата не было. То есть у нас проводилась антитеррористическая операция, которая, как мы знаем, должна тренировать годы, там, дни, тижни максимум. Ну, я помню, поначалу Аваков заявлял, да, господин Аваков, будучи уже министром внутренних дел, он говорил, что антитеррористическая операция будет завершена в течение, там, пары месяцев, там, два или три месяца, он говорил, сейчас точно не помню. Позже я точно помню, что он заявлял, что нам на антитеррористическую операцию требуется шесть месяцев, но мы её имеем уже два года. Больше. Более двух. Больше двух лет уже, по сути, у нас здействована антитеррористическая операция. Но что это, антитеррористическая операция, или действительно это военные действия? То есть мы видим, что антитеррористическая операция, согласно закону о борьбе с террористом, должна проводить совсем меньше подраздели, а Збройные силы Украины должны лишь обеспечить розмеживание, а здействовать и подраздели МВД, СГУ и Минобороны. В данном случае есть это, как говорится, порушение на відповедность и суперечность тих законов, которые уже были приняты в мильный час, которым бы вы регулировали проведение той же антитеррористической операции, або полностью суперечить вимогам, которые на данный час есть, это вимогам военностану. То есть получается, что защищать свою страну вы действительно готовы, и на первое сами заявились еще в 2014 году, а сейчас вы не идете на АТО, потому что… Ну, у нас что такое АТО… Ваша собственная мотивация? Сергей, почему вы оказываетесь вот так в участии в АТО? Так АТО должны быть те, кто за это получает заработную плату с податками, если это дейсно загроза нашей территориальной силосности, это условия, за которые выполняется защит. Это нужно, как говорится, прочитать вимоги законов. Есть разрешение, есть территория, которая захватена. Не нужно получать наказ на идентифицирование там особи, или террористы, или нетерористы, и получать наказ на его знищение. То есть, если эта особа находится на территории, которую захватили, она потребует знищения. Не нужно получать наказа. Это по-просто. А сейчас у нас, что, антирористическая операция, мы выполняем, как будто, какие-то министские договорники, что это никто не знает. То есть, кто делегировал от имени народа, там далеким людям приставлять интересы. И за всех тех людей, которые находятся на линии розмеживания, а там в большинстве это патриоти, когда они стреляют, креют из Саушок, из Градьев, из 120-х минометов, не надо видать у них людей. Бо за это тогда тюрьма. Я сейчас больше из патриотов, они там сидят. Именно за то. Они, действующий свой патриотический выпуск, пошли защищать территориальную ценность, но в условиях антирористической операции, за что их поплатили. То есть, они занимались боевыми действиями, и оказавшись неугодными для кого-то, вот их быстренько сделали виноватыми, потому что сам факт того, что они там делают, не соответствует действующему законодательству. Они выполнили действия по восстановлению территориальной ценности в условиях военностанного или времени, а именно в условиях мирного времени, когда действуют мирные законы. То есть, они могли повредить чью-то, властность, а у нас властность оберегается законом. То есть, в Конституции есть четко, что права гражданина могут ограничиться лишь в условиях военностанности. То есть, в любом случае, все бойцы, находящиеся сегодня в зоне АТО, исполняющие антитерористическую операцию, уже автоматически, на фундаментальном уровне, уже находятся незаконно. Так получается? Они могут попасть, если будут признаны… То есть, могут попасть или они вне закона? Как сказать? Тут нет, как говорят, межа. Тут своеобразный, как говорят, баланс. То есть, им дали без наказа керівництва, если они совершают какие-то действия, они будут поза законом, сразу. То есть, у нас антитерористическая операция командующим является первой заступной головы СБУ. То есть… То есть… То есть… Бог с ними, с этими командующими, значит… То есть получается, что если боец, не дожидаясь приказа командира, начал уничтожать противника вооруженного противника, который уничтожает его, но сделал это без приказа командира, то он автоматически попадает в статью. Итак, теперь вернемся конкретно к вашей ситуации. Насколько мне известно, когда вас военкомат пытался привлечь к АТО, вы отказались от этого и военкомат начал доводить дело до судебного расследования, до уголовного там… Ну, вплоть до уголовного было. Можете вот здесь вот, только, пожалуйста, без прелюдий, да вот конкретно вот, кто, что делит. В хронологическом порядке. Зрозумію. 2015-му році я отримал черговый выгод до военкомата для проходжения военно-комиссии. То есть, как военно-зобовязан, я должен выполнять законы военно-комиссии. Вот здесь нюанс. То есть, вы получили вызов для прохождения военно-комиссии, а не повестку на призыв. По повестке никто не видел, это подтвердили даже святки. Это принципиальная разница. Да, это и есть, потому что у нас есть криминальная ответственность. А сейчас у нас вимог законодательства. Самое. Криминальная ответственность может настати лишь после того, как в законный порядок вимогу статьи 19 Конституции получила повестку, и потом от нее ухилили. Я отримал уже, как в 2014 году, залишил свой мобильный телефон. Мне зателефонували. Придите на медический вогляд. Я, конечно, пришел, потому что это мое обязанное прийти и дать медический вогляд. Секундочку, давайте зафиксируем для зрителя. Значит, первое. Есть колоссальная правовая разница между вызовом на медобследование военкомат и повесткой на мобилизацию. Прошу продолжать. Когда я прошел медичную комиссию, мне дают подпишить акт про криминальную ответственность на случай невыкновения какого-то наказа. Но тут же, как я говорю, если закон ты знаешь, у тебя будет первое вопрос. Чего я должен что-то подписывать? Если это моделизация для защиты территориальной ценности, у меня есть конституционный обязан, где я четко должен выполнять это. Так, это мы уже говорили. Итак, вы не подписали. Конечно, я сказал, что это говорит. Мне бы запропонировали после проходения трехмесячных курсов в Одесской військовой академии. А потом, как я сказал, представители військовой команды не пошлют. Стоп, стоп. Фиксируем еще следующий момент. То есть вам, в первую очередь, всунули бумажку на подпись о том, что вы подписываетесь под свою уголовную ответственность в случае не выполнения приказа. Если бы вы подписали этот документ, что за этим могло бы следовать? Что мне бы на законных подставах могли бы надать эту бойовую повестку на выклад для залучения в АТО. И если бы вы отказались, вы автоматически стали бы уголовно ответственными. Бо я уже подписал. А если вы не подписали, то они вам не могут даже вручить подъезду, то окончается. нет законных подставок. Постановление президента в данном случае является незаконным подставок? В данном случае может быть в данном случае есть так, кто же знал. Никто не знал. Как выяснилось, что я и в пресс-конференции, и в одних передачах с местным прокурором интервью давал, будучи уже в розшуку. Ага. Даже так. Вас объявили еще и в розшуку, и якобы не могли долго найти его. Не могли найти его. Хотели примусово затримать, как следствие вернулось к суду с кропотанием про примусовое затримание. Ну, может, про затримание хотели просто ликвидировать, но следствие от него сказал и говорит, что если ему ни разу в материалах проведения нет повестки, ни на каких поведомлений, чтобы ему нацелались. Подождите, а за что вас ликвидировать? А кто их знает? А зачем тогда обратиться к суду с примусовым приводом, если можно было просто перетелефоновать? Мой телефон есть в всех базах в Министерстве. Ну, правда, хотели это сделать торжественно? Да, да. Я говорю, что это все упорлось в итоге? Все это доехало до того, что досудовое расследование понимали, когда я заявил, что действительно есть указ где за имя? что так, как в Верховном суде еще в 97-м году была принесена постанова про заслуживание проституции при дейснении правосудия, и именно на судовом заседании я ее понимаю, что если вы мне указываете, что указ президента, я не выполнил указ президента, я его не должен, по сути, выполнить, я его выполнил, я выполнил, выполнил вимоги закону, но в законе я должен обмеживать мои права, которые гарантированы в Конституции. Это большая разница. И если президент хочет обмежать цивильных людей, будь-яких громадян, мобилизовать их в условиях мирного времени, то Конституционный суд должен дать это объяснение, пока до Конституционного суду не вернулись. Ну, опять же, разъяснения Конституционного суда, неважно, какие бы разъяснения ни были, они же тоже могут отличаться от норм Конституции, ведь Конституционный суд это не истина в конечной инстанции, и у них это дело вообще формировать Конституционные нормы, а только лишь их… Ну, мачете? Да. Как-то транслировать даже, не то, что трактовать, трактовать можно что угодно, как угодно. Понятно, но в том же и суть, если Конституционный суд, фаховцы, которые действительно Конституционного права смогут разъяснить, что случилось, или как возьмем, например, пункт 20, ст. 106 Конституции Украины, где у президента есть право объявить мобилизацию… Хорошо, это понятно. Вернемся к вашему. Итак, следователю, вы это все прекрасно рассказали, и дело же засунуло все равно, я сказал, что будем ухиляться, я никогда не ухилялся от мобилизации, 2014 года сам туда приехал, потому что я хочу закинчаться в свою страну, но в условиях, которые визначены Конституцией, а не те, кто кто-то выдумал. И тогда следы, как говорят, по-швидкому, решили направить справу до суду, и на этот статус я должен был указать в угоду с прокурором. Можливо, они так и сподевалися, что если меня затримали, прямое слово, там кинули до камеры, а там еще следователь вернулся с затриманием и триманием под вартою шесть месяцев, максимально, что может быть, неведомо, из каких ты стал. за таких условиях ты або, я скажу, разкаиваешься, и подписываешь, выходь на свободу. Держи, у вас адвокат был? Да, адвокат был. А что адвокат сказал? Ну, у адвоката правовая позиция щодо того… Проще конкретно, вот что он вам сказал? Ну, он действительно, как по закону рекомендовал, по… как бы, я не знаю, найпростейший шлях, это укладывание с прокурором, если я его пилят. Я ему давил. Одну секунду. Одну секунду. Адвокат вообще, это ваш адвокат? Вами наняты? Или государственные? все понятно. Я же, все понятно. Я даю право, но безкоштовну допомогу, надаю сам громадянам. В итоге, когда вы давили адвоката свою позицию, и его… Заразумею, что да. Ну, позиция защиты с первых дней досудебного расследования сводилась с тому, что Горбаченко Сергей Николаевич никогда не уклонялся от мобилизации. Единственное, что он обращал внимание работников военкомата и присутствующих о том, что проводимая мобилизация и дальнейшее участие военнослужащих, которые призываются по мобилизации в боевых действиях в зоне АТО, они соответствуют ни конституции, ни действующим законодательствам. Так выяснилось, что досудовое расследование следствие и прокуратура вырешили не дать нам довести это на стадии досудового расследования, а направили быстро до суду. И вот у судов уже становится понятно, что повестки никто не видит, в априори не было. Был допитанный працедник военкомата, и один понятий, который действительно сказал, что повестки не видит, это была противоприминальная ответственность, а какая ответственность у гражданина может что я за какую-то бумагу не подписал, которая не является законным. Какими вимогами закону предбачено, что... И чем завершился суд? Перенесли аж на месяц. Теперь я говорю, думаю, думают. как из этого узла, который они сами связали, безграмотно и бездарно, как теперь из него выпутаться? Как сделать этот узел? Потому что два свидетельства, которые были допитаны, они честно сказали, что повестки не было. Те вимоги, которые предбачены и классифицируют это условия злочина, они отсутствуют. Тобто мне сказали, что я не появился в соответствующий час на приемный пункт. А если я даже не знал, я не отримал в законный способ это поведомление. Можливо, они там пытались. Я понял. Хорошо. В общем, мы ждем очередного заседания суда. И там все будет интереснее. как раз же будет мое свернение. не исключено, что мы еще будем снимать второй выпуск на эту тему. И вот, Сергей, в завершении, пожалуйста, что бы вы хотели порекомендовать? Первое. Тем, кто уже находится в АТО бойцам, да, и их родственникам, которых их ждут, и тем, кто еще не приключен к АТО, но рискует оказаться мобилизованным. Ну, бояться мобилизації с последнего не важно. Мобилизація – это наша обязательность. Мы ее должны выполнить. Но мы должны выполнить соответственно вимог закону. То есть, когда закон нас же захистить от дальнейшего притяжения до криминальной ответственности. Потому что можно в один момент просто стати, как говорят, тим же злочинцем и быть за порторенными за гради. Всему нам и тем, кто на передовом нужно понимать, почему идея, как говорят, уничтожения коренной нации в Украине, что выставили ланцюгом патриотов, которые стоят. У нас уже более 100 тысяч участников боевых действий. Это уже целая армия, которая могла за месяц сдвинуть в Донбасс и поставить умовы о разъединении Крыма. И сам в формате, когда уже общество понимает, что действительно у нас произошла подмена этих понятий, и манепулируют сведомостью гражданина. Тогда мы сможем выйти именно на условия перемен, которые наших руководителей в стране обязаны с европейским от вы сказали освободить для вас. Освободить от кого? от самых регулярных. А от тех, кто коллаборанты, которые были посипаками, допомогали завоеванникам, то уже ответственность была предоставлена, потому что они привели сепаратистами коллаборантами. То есть освободить не от местного населения, которое стремится к независимости, сепаратизм, по большому счету Украина с 90-го года вся сепаратная, потому что она отделялась от коллаборантов. Я хочу для зрителей разъяснить, чем разница между сепаратистами и коллаборантами. Сепаратисты это те, кто стремятся отделиться от какой-то целостности. Коллаборация это способничество агрессору, внешнему какому-то агрессору. Полицаи во время Второй мировой войны, которые работали на фашистской Германии, это коллаборанты непосредственно. И коллаборация, конечно, да, это страшное преступление против своего народа. А сепаратизм, ну, тут действительно, я думаю, требует более реализационного рассмотрения, причем вопрос, может быть, даже политического решения с коллаборантами политического решения вопроса, на мой взгляд, быть не может. Ну да, справа в том, что сепаратизм это добрый для маніпулювания сведомности. Грана на его централизме людини, что тебе кто-то, как все лякало, бандеринцы, у меня там родители, те же, товарищи живут, все говорят, а у вас бандеринцы, звонят, а дитей доставайте бандеринцы. В новинах сказали, да, но кто же их видит, все смеются, приезжай, приездили, бачили, все нормально. Я помню. Да, и пожелания тем, людям, которые ждут своих мужей, братьев, сыновей, находящихся в зоне ТОР. Что вы им потребляете? Ну, тут уже, я каже, нам нужно, действительно, целью натииться против одной цели. То есть, у нас и цель, это Украина. Незалежная, соборная. И мы должны понимать, что это ведет, что каждый звенок цепочки, скажу так, один одного должен дополнительный. Хорошо. Сергей, то, что вы сейчас сказали, это абстракция, на самом деле. Меня интересует больше конкретика. вы как специалист в области права, скажите, специалист. Ну, вы руководите Центром правовой помощи в конечном итоге, как администратор. Ну, неважно, скажите, имел бы смысл, допустим, собрать какую-то коллективную петицию в какую-то инстанцию, в какую, вы скажите, какую, для того, чтобы Конституционный суд в итоге рассмотрел указы президента страны на предмет соответствия Конституции? Ну, ось тут я пошел просто на своему прикладу, довольно просто, что, если мне в суде хочется застосоваться, что я на литературе я могу вернуться как субъект к притягу а коллективную это депутаты самим до депутатов. Почему самим их бездействие злочином? Как могут поднять это питание? Подождите, подождите, давайте от поля начнем непосредственно. Они могут собрать какое-то коллективное письмо и обратиться к кому им начинать? Президент наш не захочет, нужно обратиться к депутателю. Каждая фракция должна отдать свою оценку, и тогда будет понятно, кто убивает. Президент уже четко свою позицию показал. Скажите, а если жители будут собираться со своих местных депутатов местных местного самоуправления, и подключать тех депутатов Верховного Совета, Верховной Рады, которые баллотировались таким образом продавливать вопрос до того, чтобы в итоге Конституционный суд вынужден был, обязан был рассмотреть указ Президента на предмет соответствия Конституции. Верховного Совета, Верховного Совета, Верховного Верховного Совета, Верховного Совета, Верховного баллотировались от вашего округа. Других мирных, законных способов для начала пока что нами не видится. А дальше будем посмотреть. успехов вам. Держитесь, друзья мои. Все хорошо.